Там большой поток пассажиров. И вот сейчас 345 работали, да? До 1 января мы продлили эту вещь, потому что мы не могли этого сделать. У боевого образца до февраля есть законные основания работы. И они пока работают до 1 января. А дальше то же самое будет. Поэтому сейчас идет автобус. Его дело только ехать. И вести пассажира в четкий график. Вот он прошел километр, принес акты выполненных работ, а мы его отслеживаем по системе ГЛОНАСС. Если он выпрекся из маршрута, он ничего не получает. Допустил ДТП, ничего не получает. Если допустил нарушение несколько раз, мы его штрафуем. Если это несколько раз повторяется, значит, ну, ему еще больше, как говорят, штрафов. Поэтому система работает вот таким образом. Это 220-й федеральный закон, поймите. Но чтобы вернуть в город нерегулируемый тариф, кто как хочет, так и принимает цену на билет, такого больше не будет. Здесь РЭК, комиссия, да, экономическая комиссия, региональная экономическая комиссия, она регулирует ставки. Исходя из того, что они рассчитывают экономическую целесообразность, значит, средний доход, стоимость перевозок, стоимость топлива, стоимость техники. И идет регулировка тарифа. Но сейчас мы едем по 20 рублей. Значит, пенсионеры по 10. Те, кто львотники, вообще им без склада. Но губернатор переговорил собственника, и для того, чтобы исключить эту временную пока систему неразберихи, да, где губернатор работает, не работает. Мы продолжаем тестовый режим, хотя мы уже все настроены на губернаторах. Они работают сейчас безотказно. Но это регеранс извинений компании, я не от себя сейчас говорю, да, и за них тоже не хочу говорить, я объективно передаю то, что произошло. Они приняли решение ехать бесплатно. Пока я не знаю, значит, до конца ноября это будет, там, или еще, там они не проливут, но тем не менее, они уже все выпуты. Вот теперь смотрите. Я тут внимательно почитал высказывания в интернете, особенно московские каналы пишут. Кузнецов заплатил 23 миллиарда рублей. А вы знаете, я ни копейки не заплатил. Ни копейки. Вообще-то у нас с вами бюджет всего, всего бюджетный дорог 20 миллиардов рублей. А из них собственных доходов всего 6. Вы понимаете, как бы я это сделал? Теперь для того, чтобы этот конкурс отыграть, есть такое понятие – НМЦК. Начальная максимальная цена муниципального контракта. Ведь в муниципалитете бюджетного деньга для того, чтобы ты вышел на конкурс, ты должен показать ассигнования. Ассигнования сначала показал, на определенный период ты их просчитал. И эти ассигнования – это некая траектория того, по которой ты можешь рассчитываться с подрядчиком. И вот в это НМЦК мы не заложили бюджетных денег на 100%. Мы заложили количество перевозимых пассажиров, их 80 миллионов человек в год. Дальше. Мы заложили оплату в год со стороны государства муниципалитета и правительства Куспаса. И это получилось. И у нас это все заработало. Вы понимаете, я ни копейки не заплатил, а – на покупку автобусов, и б – на маршрутную систему. Я ни копейки не плачу. Люди платят за себя. Льготники, которые едут, за них платят государство. Если муниципалитет хочет еще льготы расширить, то муниципалитет тоже должен заплатить за это. Вы понимаете, да? Теперь, почему мы не оставили старую сеть? Старую сеть по 220-му федеральному закону мы оставить, к сожалению, не смогли. Я за нее раковал. Но первое. По закону мы не должны дублировать маршруты. 220-й федеральный закон и соответствующие подзаконные акты Минтранса регулируют построение маршрутов таким образом, что они не должны дублироваться. Если идет троллейбус, он должен идти по своему треку. Если идет трамвай, он должен идти по своему треку. Если идет автобус, он должен идти по своему маршруту. Они не должны дублировать друг друга. Это так. сейчас я закончу вы знаете чтобы мысль не тирать но я взял на себе ответственность мы сейчас кое-что меняем я просто буду брать волевым образом и добавлять вот сейчас объявляем еще один конкурс это восемь седьмой четверка значит я тебе один от одного отказался мы будем играть и плюс скорее всего не объявляю еще один конкурс который будет прикрывать обошел по сути дела так плюс сергей я тоже благодарю он поддерживает то что мы делаем полностью в этом доподлинно разобрался мы сейчас полезен с компанией т.к. будем покупать 29 новых электробушек и мы будем их пускать из центра через вокзал дальше мы будем пускать через запсиб и по новому кузовскому шоссе и обратно поэтому здесь мы хотим это все перекрыть значит я не скрою вот то что мы сейчас делаем за один день мало кто вообще в мире сделал есть хьюстон который за один год перевернул всю транспортную реформу и наверное посекнули на это мы поэтому действительно были шероховатости особенно в первый день значит критически мое мнение в россии на самом деле сейчас нет ни одного способного перевозчика который бы пришел бы из системы менеджмента и управленческих навыков мог бы это все осилить казалось бы компания ветер авто да фенеральная компания у них там в парке 5000 автобусов ходят не буду их рекламировать здесь они конечно допустили серьезные просчеты серьезные просчеты они не смогли организовать местную диспетчеризацию и быстро выпускать автобусы 300 автобусов с парк 4 не смогло выйти ни первый ни второй ни третий день узкое горлышко плюс долгие пробеги плюс я вам скажу честно водители которые приехали они нормальные парни я с ними пообщался со многими есть люди с чебокса с ганчиной с петергофа но к примеру я сейчас приеду на качу я еще вообще город не знаю там мне говорят николаевич приезжай на автобусе куда же я уеду да они хотят работать реально они прям хотят работать но чужие здесь не отработают это моя философия это моё мнение они не отработают здесь и конечно их надо из города выбирать чужих теперь что происходит с водителями вот почему наши папы начинали убросать старая техника и отсыствие водителя это уже было три года водитель из категории D просто это как врач узкой специализации его нет поэтому я поднял вопрос о том что нужно готовить водителя сейчас начинать уже в техникумах в лузах принимать престиж профессии уважение авторитет этой профессии по скорой помощи чтобы я ответил и послушал дальше по скорой помощи вы знаете что вся система медицины в том числе и скорой помощи еще три года назад не знаю плохо или хорошо но произошло так произошло она вся эта система перешла субъект потому что того требовало федеральное законодательство и все руководство регистраивание системы по организации работы медицинских учреждений в том числе и скорой помощи сейчас это приоритет правительства Курбаса и министерства здравоохранения скорая помощь вы наверно знаете у Шахова нашего он руководил горожон скорой помощи главный врач скорой помощи был другой сначала Кайнулин значит сейчас другой руководитель не буду называть его фамилию но кстати он очень хороший молодой парень значит вот к этому моменту у нас вся техника по скорой помощи она во первых составилась во вторых ее было мало и она была очень неэффективна поэтому есть такая компания Ростех и вот компания Ростех это государственная компания это не частная компания это государственная компания как Газпром например да Роснефть и Ростех у нее есть подразделение то подразделение которое занимается по всей стране скорой помощи они купили машины близких рассчитали час машины час работы они перед этим проехали посмотрели сколько у нас скорой помощи не приезжает экипажей и поставили сюда новые машины не просто новые машины а специализированные машины в которых есть еще соответствующая оборудование это реальные мобили специализированная помощь и вы знаете вот до ковида то что они начали делать это себя оправдало во-первых мы не понесли больших затрат чем вы несли при старой скорой помощи вот а во вторых эта компания может мобильно поставить добавить еще автомобили вот знаете я вам скажу честно чем отличается чужой от своего есть такой предрассудок у человека что чужой это враг я вот для себя давно с этой проблемой борюсь да я работал на новом предприятии чужой это такой же субъект такой же предприниматель там или поставщик услуги но по сути дела это просто другой вот поэтому мое мнение таково вот теперь смотрите мы можем много дискутировать я уже на ставку отправили я уже говорил сегодня я никуда не уйду если я сейчас куда-то пойду я ну это будет слабость трусость низость ребят вы меня можете застрелить камень здесь я никуда не уйду и реформу я назад не разверну это даже бесполезный разговор мы ее не развернем она будет идти я просто положу все весь свой авторитет значит привлеку сюда еще финансов из банков с лизинговой компанией мы заполним город новыми автобусами они будут просто встроить ее не свернуть она уже стоялась все ребят все еще спасибо да я представляю жителей заводского района в чем нашли удобства у вас была какая-то альтернатива как за разным городом на авиателике сейчас сейчас ее нет вообще такой только 345 если вы поедаете то это 2,5 часа ну до недавнего времени я работаю именно там и не приходилось уходить это как я просто до туда до работы добрался я приезжал бы 24,8 в данный момент, если бы я сейчас там работал мне надо было на первом автобусе выезжать и только тогда он может быть если бы в дороге ничего не случилось я бы добрался до работы у нас не характерно силы почему автобусы именно свертили сам еслиuh такие дополнительные маршруты на работы которые можем которые перевозчики предлагают они готовы Okay мы не говорим про старые партии мы говорим не故уй чтобы даже перевозчики говорим мы готовы купить теперь перевозчики chopper Вы скажите, они перевозчики готовы за забором паршрута никак не ездить? Они будут ездить... Давайте просто на перевозчике. Я пассажир. Я не могу отвечать за перевозчика. Я конкретно говорю, что как мне, как пассажир? Я понял. Я понял по тому, что нельзя ему ехать за ФСИБа. Хотя, если посмотрите верхний за ФСИБ, он едет часто в час. Он едет в часы. Нижний за ФСИБ, 18-й, 12-й, вопрос не есть. Значит, мы 25-й сейчас будем увеличивать. 25-й один пойдет на левый берег, а только на 20-й. Мы сейчас увеличим. Он уже входит, да. Но я увеличу их. У нас есть 25-й и 25-я звезда. Однозначно пойдем. По 345-му есть проблема, что полгопаст из-за кабида не смог военно испытать и получить разрешение однако морфи. Вот неделю назад они закончили испытание и получили паспорт готовности. Сейчас в данный момент поговорим. И буквально завтра, уже завтра первая партия ромошек продвигается. Мы их поставили вместо паспор. И все пойдут по 345-му. Теперь смотрите. Они пойдут через вокзал. Они пойдут через вокзал. Но я сделаю то же самое, что с 25-й. Я часть 345-го возьму. Вот мы с вами пройдем. Или я просто дал вам поручение своим людям, чтобы с вами сели. И вы покажете. Мы просто возьмем и разобьем нашу. Одна часть пойдет через вокзал, а другая пойдет. Там, где необходимо, он перевернулся. Скажите, куда я еду. Либо это будет южно-строевский, либо это будет долг выгоносорачивающий, либо это будет Ермакова. Мы сделаем все. Это же получится неразбериха. Почему? Часть поедет так, часть так. И люди просто запутаются. Значит, мы назовем 345-3, либо 345-3. Все. Один идет через вокзал, другой идет через южно-строевский. Можно все-таки по водителям? А вы про водители говорили иногородние. Вот иногородние водители вроде как 400 с чем-то за час, да, сейчас получают? Я вам скажу больше 500. Замечательно. А когда будут работать наши местные? Федерату уже дал на это ответ 163. Но, на самом деле, петерапты у меня такие же были претензии. Вот всю данную работу они просто провалили. Они просто провалили. Это, на самом деле, бездарная работа кадровой службы петерапты. Вот так, если перейти с наших перевозчиков на петерапты, это не связано с тем, чтобы оставить наших водителей без работы, и чтобы им некуда было деваться, и они пошли в петерапты? На самом деле, на что они думали? Они думали, что это будет нить правильный пункт. Они пришли, привезли с собой новые блестящие автобусы, новый фонд, делали роднички, и все перейшали к нему. Ну, это все получилось. Значит, не смотри, первое, рассказать по режиму трудового, по зарплатам, по ремонтам, по стартам, по стартам, и прочему прочему. Часто делается на ходу. Сейчас что они делают? Они палят просто, они играют. Вы представляете, 500 рублей за машину часа. Водитель, который работает, по условно говоря, 20 смен, или там, 10 или 5 часов, он получает 100 тысяч рублей в месяц. Плюс они оплачивают переветы, плюс они оплачивают хиру и проживание в гостинице. Это тихий, тщайший изотал. Для них просто абсурдный. Вот я сижу, не то, что до собственника дня, я ему говорю, а зачем это сделать? Мы просто всем этим показали, что есть мои грузинецкие водители и ваши. Они сейчас готовы встречаться, но они не знают, как на самом деле подойти к этому. Мы уже встречались с несколькими перевозчиками. Они, вместо них говорится, и пительцы назвали то, что у нас в городе происходит феодальные права. Я, как и каждый собственник, держит своих водителей и не отпускаю. Ну, я пока какого не имею. Теперь вы мне дайте, пожалуйста, совет, да? Легко о негативе. Сколько Питерафта должен платить? Она не может платить... Дело не в том, сколько Питерафта должен платить сейчас. Дело в том, вы уверены, что такие же будут оплаты нашим именно водителям? Вот, смотрите, было бы сейчас неправильно, я не знаю, они права не имеют, за ним чего-то обещают. Это частная компания. Это частная компания. Если вы хотите, давайте я проведу встречу. Ну, там, сегодня, завтра, вечером, когда вы будете готовы. Мы еще несколько суток требовали этого от ваших замов, но они вообще некомпетентно себя ввели. Ушуков вообще ни на один вопрос не ответил. То есть, его просто... Они действительно не были готовы вообще никак. Конкретные вещи. Сколько до транспортной реформы на транспорт было потрачено бюджетных средств? Он не отвечает. Ему отвечают люди 800 миллионов. Я не закончил, да? У вас не перебил, что я, Николаевич. Мы не будем друг друга перебивать. Ему ответили люди 800 миллионов. Сколько сейчас после транспортной реформы из бюджета будет уходить денег? 200 миллионов в год. Сейчас мы запланировали, с учетом развития ситуации, такую же цифру, но плюсом, я резерв не пишу на всякий случай, 150-10 миллионов рублей. Будем считать, что вы ответили. Да. И насчет ваших замов продолжим. Вы, наверное, в интернете это видели, на всю страну разлетелась женщина, я так понимаю, юрист, позволила себе лишнего. Зам просто выкрикнул молчать. Как вы это прокомментируете? Значит, я за нее приношу извинения. В любом случае, человек, который работает в администрации, должен быть профессионалом. Последствия для нее? Ну, первое, я вам здесь не переверну и сделал личное замечание. Я за нее приношу извинения. Ну, давайте так. Ситуация достаточно напряженная, эмоциональная. У женщин, действительно, немножко другая, чем вещь. Ну, спокойно говорить. Ну, она сама вынудила. Она разговаривала, как юрист, с юристом. Юрист ей рассказывал про закон, можно сделать то-то, можно сделать это, в двух документах сделать две поправки. На что она просто лгала нам, что этого нет. Ну, там просто можно открыть интернет, там это написано. Ну, это не просто непрофессионализм, это предвзятость. Ну, если я сядю с юристом, я так смотрю, что такие поправки вы хотите сделать. Если это пропустимо, или это не противоречит законодательству, или для стратегии, которые мы выбрали, то он, конечно, по-моему, достаточно взял. Ну, давайте в этом формате все-таки с перевозчиками, и конкретно с Олесей, которая представляла юрист. Все-таки к какому-то компромиссу, то пускай они все-таки придут. А то они одна говорит одно, другая говорит другое. Мы на них смотрим. Да. И как это вообще? Ну, договариваются люди должны, тем более они на этом языке, юридическом. Олеси, конечно, здесь нет, но я буду участвовать в первом эфире. Я предлагаю Олесю денег. Устроить канаву. Люди были в логическом, в администрацию. Ну, люди же расценят это как предательство. Люди же это расценят как предательство. И все же деньгами верят. Почему вот эти законы верят, или, знаете, панетийно верить бакерам? У этого человека есть треотек. Она знает свое дело. Во-вторых, это не верховка. Люди не хочет, пусть не идет. Но она спокойно поможет выступать независимым экспертом в решении этих вопросов. Понимаете? Выступать можно. Вот, я не знаю, что в Москве была такая же ситуация, когда там проходила свои фронты. И так, кстати, он был рекомендатор. Но, представляете, там в подобной же ситуации была такая же женщина, когда Лиза. И сейчас она работает в правительстве Москвы, в определенной единице. И она просто будет проверять рекомендатор. Она говорит, просто построили второй. Почему бы мы это здесь не сделали? Сергей Николаевич, вот смотрите, почему бы нам все-таки действительно не создать, как говорится, диалог с частниками, да? В принципе, для города, для города вот то предложение, которое они выдвинули на год, да? Идти параллельно. Они же не требуют бюджетных средств для этого. На год запустить определенные какие-то маршруты, это же позволит именно для улучшения, для улучшения для жителей. Разговор-то идет улучшить все-таки передвижение жителям на год. Пока, как говорится, идет настрой вот этой питерской компании. Вот идет настрой, но можно же это... Но вот в том-то и дело... Чужой – это такой же субъект, такой же предприниматель или поставщик услуги, но по сути дела это просто другой. Вот, поэтому мое мнение таково. Вот теперь смотрите. Мы можем много дискутировать. Меня уже на ставку отправили, я уже говорил сегодня. Я никуда не веду. Если я сейчас куда-то пройду, я... Ну, это будет слабость, трудность, низость. Ребят, вы меня можете застрелить прямо здесь. Я никуда не веду. И реформу я назад не разверну. Ну, это даже бесполезный разговор. Мы ее не развернем, она будет идти. Я просто положу все, весь свой авторитет. Значит, привлеку сюда еще финансы из банков, из лизинговых компаний. Мы заполним город новыми автобусами, они будут просто встроить их. Ну, ее не свернуть, она уже состоялась. Чего? Ребят, все. Еще спасибо. Да. Максим Владимирович Александрович, я представляю жителей Солодкового района. Там нас неудобно. У нас была какая-то альтернатива, как добра. Но на левой береге все. Сейчас ее нету общенькой. Стоимость 345-й. Если в Байдайск, то это 2,5 часа. Ну, за недавнего времени я работаю именно там. Если мне приходилось выходить, то это правда. Я просто до туда до работы добрался. Я приезжал бы и сидели 8. В данный момент, если бы я сейчас там работал, мне надо было на первом автобусе приезжать. И только тогда, может быть, если бы в дороге ничего не случилось, я бы добрался до работы. У нас некая альтернатива. Почему автобусы именно приезжали там? Почему не приезжали дополнительные маршруты, которые можно, которые переводчики предлагают заполнить? Они готовы быть... Мы не говорим про старые парнии. Мы говорим, что даже переводчики говорят, что они готовы заполнить эти маршруты. Дополнительные маршруты создать. А не для того, чтобы... Слушайте, они переводчики на заполнить маршруты, они как-нибудь ездят? Они будут ездить... Давайте просто на переводчике. Я не могу отвечать за переводчик. Я конкретно говорю, что как мифов, пассажир. Я понял. Я понял по тому, что нельзя ему ехать за все, да? Хотя, если посмотрите верхний за все, он едет сейчас вручает. Он едет в часы. И нижний за все, 18-й, 12-й вопрос не есть. Значит, мы 25-й сейчас будем увеличивать. 25-й, один пойдет на левый берег, но только на 20-й. Мы сейчас увеличим. Да, он уже ходит, да. Но я увеличу их. У нас есть 25 и 25-я звезда. Однозначно пойдет. По 345-й. Есть проблема, что волгопаст из-за ковида не смог вовремя испытать и получить разрешение на комок. Вот неделю назад они закончили испытание и получили паспорт готовности. Сейчас в данный момент мы поговорим. И буквально завтра, после завтра первая партия там уже подвигается. Мы их поставили вместо паспор. И все пойдут по 345. Теперь смотрите. Опять же они пойдут через вокзал. А сейчас на пиву нет. Они пойдут через вокзал. Но я сделаю то же самое, что с 25-й. Я часть 345-го возьму. Вот мы с вами пойдем. Или я просто дал поручение с вами людям, чтобы с вами сели. И вы покажете. Мы просто возьмем и разобьем нашу. Одна часть пойдет через вокзал. А другая пойдет. Там, где я противно, он перевел. Скажете, куда я? Либо это будет Южесно-Вальский. Либо это будет Голубова-Нацарашин. Либо это будет Гербакова. Вы сделаете. Это же получится неразбериха. Почему? Ну, часть поедет так, часть так. И люди просто запутаются. Значит, мы назовем 345-й три, либо 345-й А. Все. Один идет через вокзал. Другой идет через люди. Можно все-таки по водителям? Вы про водителей говорили иногородние. Вот иногородние водители вроде как 400 с чем-то за час, да, сейчас получают? А я вам скажу больше 500. Замечательно. А когда будут работать наши местные, Питерафта уже дал на это ответ 163. Но на самом деле Питерафта у меня такие же были ретензии. Вот всю кадровую работу они просто провалили. Они просто провалили. Это на самом деле издальная работа кадровой службы Питерафта. А вот так быстро перейти с наших перевозчиков на Питерафта это не связано с тем, чтобы оставить наших водителей без работы и чтобы им некуда было деваться и они пошли в Питерафт. На самом деле это что они думали? Они думали, что это будет нить правильный конец. Они решили, перевезли с собой новые блестящие опросы. Новый фронт. Делали рознички. И все перебежали к нему. Делали рознички. Значит, не смотри. Первое, рассказать по режиму трудового, по зарплатам, по ремонтам, по стажам и по всему прочему. Часто делается на ходу. Сейчас что они делают? Они палят просто, не реально. Я не заканчиваю. Вы представляете? 500 рублей за машину в час. Водитель, который работает по условию 20 сменных или 200-мл. Он получает 10000 рублей за месяц. Плюс они оплачивают переводки, плюс они оплачивают хирург и проживания обоисläются. Чаще изобрадут. Они просто абсурдны. Я сижу и двигался до собственника до дня. Мы просто всем этим показали, что есть мои грузинецкие водители и ваши. Они сейчас готовы встречаться, но они не знают, как на самом деле подойти к этому. Мы уже встречались с несколькими перевозчиками. Они не смогли перерываться. Пительцы назвали, что у нас в городе происходит феодальное право. Я, как и каждый собственник держит своих водителей, не отпускаю. Я пока готов не вижу. Теперь вы мне даете, пожалуйста, совет на рекламе индикации. Сколько Питерафта должен платить? Она не может платить... Дело не в том, сколько Питерафта должен платить сейчас. Дело в том, вы уверены, что такие же будут оплаты нашим водителям? Смотрите, было бы сейчас неправильно, я не знаю, они права не имеют, за ним чего-то обещают. Это частная компания. Это частная компания. Если вы хотите, давайте я организую встречу. Ну там, сегодня, завтра, вечером, когда вы у тебя готовы. Мы несколько суток требовали этого от ваших замов, но они вообще некомпетентно себя вели. Ушуков вообще ни на один вопрос не ответил. Они действительно не были готовы никак. Конкретные вещи. Сколько до транспортной реформы на транспорт было потрачено бюджетных средств? Он не отвечает. Ему отвечают люди 800 миллионов. Я не закончил, да? У вас не передали. Сергей Николаевич, мы не будем друг друга перебивать. Ему ответили люди 800 миллионов. Сколько сейчас, после транспортной реформы, из бюджета будет уходить денег? Два с чем-то миллиарда в год. Сейчас мы запланировали с учетом развития ситуации такую же цифру, но плюсом, я резерв не пишу на всякий случай, 150-10 миллионов. Будем считать, что вы ответили. Да. И насчет ваших замов продолжим. Вы, наверное, в интернете это видели. На всю страну разлетелось. Женщина, я так понимаю, юрист. Позволила себе лишнего. В зал просто выкрикнув молчать. Как вы это прокомментируете? Значит, я за нее прошу извинения. В любом случае, человек, который работает в администрации, он будет профессионал. Последствия для нее? Ну, первое, я уже с ней перейду и сделаю свое замечание. Я за ней приношу извинения. Ну, давайте так. Ситуация достаточно напряженная, эмоциональная. Женщина сидит немножко в руках. Ну, она сама вынудила. Она разговаривала как юрист с юристом. Юрист ей рассказывал про закон. Можно сделать то-то, можно сделать это в двух документах. Сделать две поправки. На что она просто угована, что этого нет. Ну, там просто можно открыть интернет, там это написано. Ну, это не просто непрофессионализм. Это предвзятость. Ну, если взяли с юристом, я так смотрю, что такие поправки в этой системе. Если это пропустимо, да, или это не противоречит законодательству, или для стратегии, которые мы выбрали, то он, конечно, по-моему, на следующий раз взял. Ну, давайте в этом формате все-таки с перевозчиками, и конкретно с Олесей, которая представляла юрист, все-таки к какому-то компромиссу-то пускай они все-таки придут, а то они одна говорит одно, другая говорит другое. Мы на них смотрим? Да. И как это вообще? Ну, договариваются люди должны, тем более они на том языке, по юридическому. Олеси, конечно, здесь нет, но я буду участвовать в прямом эфире. Я предлагаю весь в день устроить аналогов. Уйти в логистику, в администрацию и отдельно… Ну, люди же расценят это как предательство. Люди же это расценят как предательство. Не все же деньгами меряются. Почему? У этих законов, которые, знаете, манитинные, банкерами, у этого человека есть предательство. Она знает свое дело. Во-вторых, это не веревка. Ну, не хочет, пусть не идет. Но она спокойно поможет уступать независимым экспертом, в решении этих вопросов. Почему мы это здесь не сделаем? Сергей Николаевич, вот смотрите. Почему бы нам все-таки действительно не создать, как говорится, диалог с частниками, да? В принципе, для города, для города вот то предложение, которое они выдвинули на год, да? Идти параллельно. Они же не требуют бюджетных средств для этого. На год запустить определенные какие-то маршруты, это же позволит именно для улучшения, для улучшения для жителей. Разговор-то идет, улучшить все-таки передвижение жителям на год. Пока, как говорится, идет настрой вот этой питерской компании. Вот идет настрой, но можно же это сделать? Ну вот в том-то и дело, Сергей Николаевич, вот в том-то и дело юриста Олеся, да? То есть выдвигает версию по законодательству, что в данной ситуации нет никакого нарушения. Ну давайте этот диалог-то все-таки просмотрим. Если действительно юрист утверждает, что там нет нарушений, и это возможно. А это все-таки для улучшения передвижения граждан. Вот смотрите, у нас есть прокурор. Который отказался сюда ехать. Он сейчас в отпуске, но был замок. Который ведет надзор за соблюдением законодательства. Из-за соблюдения прав граждан. Это большой назовут. Тогда вы сделаете так. Дайте мне свою версию. Напиши, советский. Что необходимо сделать. Предоставили. Я возьму версию своих юристов. Мы встретимся с прокуророй. И прокурор должен ценить. Что делать, то что не верно. Я ни в коем образе сейчас не обманываю. Я не пытаюсь вас завести в какую-то другую сторону. И подменить понятие и воспользоваться прокурором. Это на самом деле так. Это объективно. Потому что есть у каждого свое субъективное видение ситуации. Каждый господин читает закон. Есть интерпретация. Вот есть независимая сторона. Это главный инспектор законодательства. Если он скажет, что это возможно, давайте будем это делать. А в какой срок это будет работать? То есть вы предлагаете между двумя этими юристами, чтобы поставил точку прокурору. Естественно. А сколько это будет длиться? Это можно сделать сегодня и завтра. Ну все, давайте мы тогда все-таки, пускай встречаются и ведут диалог. Потому что мы понимаем граждан, жителей наших, передвижения. Вы хотели пробел вот этот восполнить, который вы сами признаете, что действительно пробелы есть? Я не знаю, что есть пробелы. Я сказал, что есть... В работе пятеравца вы же сами сказали, что есть пробелы. Нет, пробелы в перевозках есть. То есть в пятеравце... Недостатки автобусов и так далее. Но, вы знаете, они уже сегодня, вчера и сегодня начали выходить на номинал того, что они это не отвергали. Ну и немножко не хватает, например, заводской и аж до недели в стороне не хватает каких-то маршрутов. А вы знаете почему? Потому что там запланированы автобусы особо большой вместимости, гармошки. Но я сказал, что из-за ковиды они просто не сделали воды. Вот они через неделю уже пойдут. Уже пойдут и пойдут. Мы даже что и сделаем. Мы просто возьмем гармошки, которые есть на 87-м. Мы часть поставим туда большой вместимости, простые. А гармошки поставим на 345. Плюс увеличение количества. Не то, что сейчас там едут пазики и все забитые вверхом, это, конечно, правильно. И у нас будут идти и пазики, и гармошки. А потом пазиков-то не будет. Вот вчера еще присутствовали здесь жители Стритомского. Вот у них ребенок ездит на учебу в Новомайдарске на Гороеве. Раньше он ездил на 21-м. Сейчас он ездит только на 56-м. Он едет с Бабура. Да я знаю. И он за что же приехать просто не может. Он сюда физически не может с утром сесть. Потому что, во-первых, в автобусе в 21-м ходили гармошки, 56-й короткий. Он туда не может утром зайти, потому что народный дисков. 56-й вывезти просто не может. Плюс 56-й еще 3 дня подряд давал сбой на руках. Они не успевали выйти на маршрут. Значит, я про 21-й понял. 56-й сейчас будет работать с первого пала. И они быстро будут выскать. Ну да. И как бы хотелось… На стрелинке я сам был застрелителем, и у себя нужно стоять в полке, и через них пробегается все маршруты. Они все должны выйти. Вроде бы как, по формальным признакам, они вышли все за ворота. Весь маршрут вышел. И когда они доберутся до исходной, они теряют первый график. А потом первый график потеряли, и ему сразу следует второй. И они идут двойником. Вот. То есть здесь была работа… неправильная работа диспетчера. Вот сейчас это все отлаживается. Значит, мы полностью дальнюю Курбышево, ближнюю Курбышево, потом истеки и там обувь перевели на трех начатках. Но! Получается следующее. Опять же, где же люди? Они приходят. Вот я, знаете, когда… Ну, вчера я уже не поехал. А позавчера я приезжаю в три ночи. Они сидят все машины грыли. Грыли, машины, и все. Вроде бы радуются, что они сейчас в четыре утра пойдут. Куда они поехали? Они поехали. И как только они выехали на объездной, они не потерялись. Ставим туда блонтер. Ставим туда наших контролеров. Вот. Идет изучение города Каньдахарда. Поэтому нужны родители, если? Я где стою? Значит, смотрите, я предложил бирцам создать отдельный именно Кузнецкий флот, отдельную Кузнецкую автоколонну. А потом полностью все буду Кузнецанов дать, чтобы начальник автоколона был Кузнецкий, чтобы автобусы были постоянно привязаны и приписаны каждому водителю. Доходило, знаете, до чего? Они в первый день отрицали, что каждому водителю свой автобус. Вот мне мужики говорят, я пришел, шкуру свою повесил, он, наверное, и пальчику свою поставил. И рулю себя задавал. Вот. Откроил педали. Все. И пошел на них. Не-не-не. Вот любой автобус который, как в аэроплоне, где подобрали самолет, садись и лети. Ну, это, знаете, такая, как-то сказать, неправильная тема, которая, эта история не обиживается в наших городах. Может быть, телемосферно работает, но у нас она не крижается. Во-первых, у нас образ мышления, и он правильный. Каждый отвечает за свое. Ты приехал на автобусе, ты упал, ты ласкал, ты знаешь, как работает твой двигатель. Знаешь нюансы, потому что у каждой машины есть свой нюанс. Теперь дверь там не подходит, потому что мы ее протянули, да, и проверок не подставили. Вот. Это на стол подтекает. Вот это вот всегда есть. Кроме того, он у меня работает, да, я ездил, ездил на нем. Потом раз, компрессор, который, ну, воздушная подвеска. Я сейчас ее заменил, я знаю все свои валяшки. Я их в машине не собираюсь менять, я вот на ней до старости ездил. То же самое и здесь. Вот, три дня, как я их убедил, что каждый родитель должен знать, кто будет в своем машине. Вроде как, пошло. Теперь я говорю, давайте так, можете. Есть территория ПАП-1, он туда ставил все маршруты, которые начинаются из города. А те, которые идут в Арджон и на ЗАПСИП, они в четвертке будут. Вроде как, тоже согласились. Дальше. Диспетчер. Диспетчер. Окно отдельной диспетчерской будет тоже в ПАП-1. И будет диспетчер, который наряжает автобусы, нарядный интерьер. И плюс тот диспетчер, который еще ведет. И плюс у них, знаете, как наряды выдавались? У них есть какая-то тема электронная. Вот. 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 Каждый водитель получает за два часа до начала смены смс-ку, что он заряжен. Я говорю, не-не-не. Водитель должен получать смс-ку в восемь вечера. Вот. Он должен понимать, что ему уже, условно говоря, выйти нельзя. Он должен понимать, что он пойдет на тот маршин, он уже мощно пробивает маршрут в голове. И он знает, когда подъехать своему автобусу. Вот сейчас вот эти припитки и очень сильно начали действовать. Но опять же, нам, конечно, нужны свои. Потому что без своих мы не вытянем тему. То есть, получается, а как они будут по смс-кам? Это... А как будут соблюдать... Я снимаю собственный чат у водителей. Они кидают беда и плюс-диспетчер через компьютер заряжает каждому водителю и тарифу и смотрит на мотоцик. Понимаете? Два часа ночи пришло, у него глаза поработали, и все останавливается. Сергей Николаевич. Систему неосовершаем. Поэтому, смотрите, если вы знаете как, давайте мы с ним встречаемся и говорим. У нас есть площадка уходим. Создаем свою колонну технику у них забрали, но по-другому никак. Она их... Она даже, получается, там двойное причинение техники идет. Лизниковая компания и Питерафта. Лизниковая компания владеет техникой, а Питерафта ее использует. Платит за это. Поэтому там сложна причиненная система таких вот и общественных взаимоотношений. И мы не можем технику себе забрать. Я, конечно, уже хотел... Так, между нами говоря... Вот это бы вообще-то правильно было бы. Лизниковая компания в том, что я занимаюсь самоуправством. Вот. Мы развиваем свою автоколонну, делаем. Значит, ставим старших, с беневых и начальников автоколонны. И делаем свою диспетчеризацию. Вот. И поехали. Значит, уходим грамм. Значит, надо садиться с ними и дариться посадок. Если они платят всего 400-500 за машина в час, как мы говорим, а иностранным водителям, да, там, я называю Романами. Ну... Пусть как раз они играют, а за воду. Не, ну просто можно назвать вахтовиков и все. В статье 22 Садового кодекса содержит работодатель и обеспечивает работникам равную оплату за садовую, за садовую, за садовую, равную ценность. Ну, значит, что есть коммунировочные, что есть клиенты, туда не включают, а что, и они эти перекрывают. Да и поменять они могут, как бы. Есть коммунировочные расходы. Вот. Поэтому, нам сейчас зачем это говорить? Надо... Я не знаю сейчас о них вопрос решать, потому что я глава в город, я не ветеран, я это не принимаю. Надо просто сесть и конструктивно с ними поговорить. Как говорят? Если у вас есть вода ироганска, там, что же, 50 человек водителей, значит, у него в Кузнецке... Да, у Кузнецке имеют приоритет. А остальные 50 человек, давай я тебя берем и отправим обратно с налетом. Ну, зачем они здесь нужны? Я вам скажу честно, один ко мне подошел, он использует, я хочу здесь остаться и жить, дай мне квартиру. Я говорю, ну здрасте. По первому? Да, свою квартиру не могу. По первому папу. Есть информация, что людей обзванивают, говорят, без налогов, безо всего, все приходи, вот три рубля смена, сел, поехал. А как, а что? А как, а кондуктор? Да ничего не надо, сел, вот права, приноси и все. В обход всех налогов ничего не надо, три рубля. Как это? Ну, знаете, я с этим, конечно, разберусь. Причем ссылается на вас. У вас эта информация есть. Причем ссылается на вас. Вот так. Да. Причем есть такая, причем есть такая сотрудница, Светлана, которая занимается кадрами, и она по телефону говорит, я прям мэр дал задание из своего кармана три тысячи водителей за... Да. Вот нам и заинтересовались таким, мэр не хочет все-таки пожертвовать общественным организациям со своего кармана. То есть, у меня карман, как сказать, не сдох? Не в ту сторону. Не, ну нам и просто интересно, мы заинтересовались этим. У нас, Денис, ты меня знаешь уже 20 лет. Ты, наверное, например, знаешь, что это было, да и так. Я с этим сейчас разберусь, и, на самом деле, это есть, мы просто прошли, по-моему, и так не убираем. Не, есть, есть записи. Я могу предоставить любую запись. Есть записи. У меня уже записи. Но, на самом деле, надо, конечно, все делать в соответствии. Очень многое. Ну, национально, было 40 всего. И действия и теракта, и, значит, и офисы, и юристы, и все. Сейчас надо успокоиться. Вы поймите, но... Я не могу предоставить. Ну, вот неспроста, можно я чуть-чуть вставлю? Да, я не могу предоставить. Я могу предоставить. Вот неспроста, вот заметьте, в советское время, да, создавалось у нас на территории города Новокузнецка пять пассажирских автотранспортных предприятий, которые именно выпускали из каждого района, в каждом направлении. Это делалось для того, что вот именно не было затора для выпуска транспорта. Потому что самая проблема – это выпуск одновременно такого количества пассажирского транспорта. Поэтому и создавалось так. И мне вот этот вопрос всегда был интересен. Как, думаю, ПАП-4 выпустит 300 автобусов с одного... с одних ворот. Это нереально. Конечно, они так заткнулись. И я вот с вчера был на выпуске. Что происходит? Они все сели и поехали в вода части. Там 200 автобусов надо утром выхать. Всего две – бой оборот. И третья – воротина с ямой. Значит, что происходит? Выпускающий МТК берет чек-лист, а с другой стороны заходит инженер-электроник, проверяя, что жена электроника. Если беда электроника начинает хранить, она стоит, пытаясь его подключиться. Соответственно, весь хвост стоит. И заткнулся. Не выход на 10 минут, вы сами понимаете, это дает геометрическую прогрессию час. Все. Он расстоял 10 минут. Все, там все уже... Люди стоят на остановках, особенно на вокзале. Это и телецентр, и МПСУ. Значит, до 67-го степи, нам все уже начинают. А они еще пытаются электронику включить. Вот. Либо Вазовчарок, 66-й, выезжает, он уже доехал до кольца, до новой ЕНГИ, у него не сработал поворотник. Он по кольцу и снова возвращается, и возвращается опять через весь поток, который ведет. И пытается еще зайти в БАП-4, и просто все разобрал. Из одного поворотника. Значит, я говорю, ребят, вы видели Формулу-1? Да. Вот он должен был на ней скисать, у него должны были подлететь люди, вооруженных зубов. Просто поменять предохранитель, да, или одну схему выключить, другую включить. У него поворотник заработал, он поехал. Вот. Вопросов очень много вот таких делок. Поэтому, смотрите, пригнали кучу техники, рабочие. Напихали в него кучу электроники. Не нужды. Зачили со всего союза водителей, а вот так все идет. Но, я говорю, вчера, сегодня, вчера, сегодня, они через, как говорится, кровь и лоб и слезы, они поехали. Насколько их хватит. Насколько их хватит в таком режиме, уже и мы без вас не поверемся. Поэтому, давайте, включайтесь. Давайте. Я хочу сказать, девочка, на уровне Вероника Сергея Николаевича. У меня вопрос в маске. Я говорю, вопрос. Помните, вы, когда говорили, что если в начале ноября, по-моему, не поступит все 340-1 автобус, вы разорвете всех отраслей в кипер-авто? Я это помню. Подождите. Вы, пожалуйста, меня на это не компрометируйте. если бы у нас не было в стране эфире ковида, который остановил завод, это можно было бы сделать. Теперь давайте представим. Мы говорим, останавливаемся, а завод уже на подпор делает автобус. Они все равно пришли. Мы вот сидели уже и долго думали, ну хорошо, остановим. Мы не стали останавливать, мы просто по закону подготовили претензию и штраф за неволе поставленную технику. Мне кажется, здесь можно спокойно обройтись. А вот сейчас все остановить, во-первых, в ПАПах уже техники нет, она вся под заводом стоит. Проедите на Папаю, на ПАП-4, посмотреть, что там будет. на ПАП-4. И второе, по закону, мы не можем сейчас вернуть в любые волонтарины. Все, мы попали всех в церковь. Поэтому, конечно, надо эти излежки принимать по закону, но, извлекать еще из этого бюджетного цели будут свои деньги. Мы просто вложили в штрафы. Поэтому, говорить можно, было и, как сказать, можно было все остановить, но ситуация меняется, скажем мне, понимаете. Здесь не должно быть вот эта черная вода. Все равно нужно искать компромиссии, здесь какие-то темы должны быть. Вот почему-то, почему-то юрист говорит, что возможно использовать закон не нарушает иметь именно регулируемые и нерегулируемые тарифы. Нет. По крайней мере, по крайней мере, я придерживаюсь буквы закона и уверенности в том, что это нельзя. Если, давайте, мы будем к этому возвращаться, есть два подхода, посмотрим, как они сближаются, чтобы ей отдать им запрос в прокуратуре. Вот что будет, то будет. Но, все-таки, сегодня, я так понимаю, юристы садятся за стол переговоров и решают этот вопрос. Значит, моё предложение остается в стиле. Передайте, Лиза Александровна, она может занять место в униципалитете и создать мобильную помощь по контролю за развитием транспортной платы. УДИСИ. Нам бы еще общественный контроль какой-то создать, а то у нас такого контроля как-то нету. Вот люди так вот стихийно набегают, вот общественный контроль случился. А системно это не работает. Общественный контроль мы как-то будем в городе создавать? На постоянное. Чтобы это не было на городских лечах, да, общественный контроль. Давайте мы являемся за один некую рабочую группу, которая будет следить за работой транспорта. За ситуацией, которая выходит из-под контроля 2, за управлением и третьей будет сразу продолжать. И мы спокойно скоординируем свою работу. я на месте. Сели, переговорили, выслушали, мы вас выслушали, мы нас выслушали. Я могу даже не вмешиваться, чтобы не пилинировать над вами. Потому что связь, что пришел весьма, и начинает нас значит неждать и аргументировать. и возьмем специалистов, ветерантов, например, аспортные отрасли, независимых каких-то экспертов, которые могут оценить. Пусть лейдет человек из Министерства, из города Кеймерова, из Межгреческа, пусть они сами посмотрят. Для того, чтобы это было бесстрастным, объективным, мы что-то исправим. Это не может быть исправим, найдем контрактность. Но вот говорить друг другу, давайте мы начнем и перевернем, и обратно все вернем. Но уже не получится. Уже не получится. мы хотим дополнительно, потому что смотрите, виден, которые едут в двоядайку, им не надо на вокзал. И виден, которые едут на вокзал, им не надо чтобы в двоядайку. Ну мы это обговорили уже, это часто вопрос. есть другая группа людей, которые говорят, нам надо на вокзал. Нет. Я понимаю. Поэтому я говорю, надо 345-й взять, увеличить, группочки, и его застрелить. Сделать 345-й, условно говоря, а, 345-й, а, известно, один и ведет на вокзал, потому что есть только жеребей, и медведей, которые говорят, мы хотим ехать на вокзал. Так нет, вот от этого предъявления, для чего раньше создавалось Ну и что мы будем делать? С юристами и прокуратами. Пускай встречаются. Пускай сегодня встречаются, общаются. что мы едем на вокзал, мы работаем на вокзал, мы работаем на вокзал. Взяли, создали 88-й, не нужен дом на вокзал. Я так понимаю, ну сейчас решим вопрос, все-таки куда, где они сейчас встречаются, я так понимаю, как они выходят на связь, как они выходят на диалог, сейчас мы все выясним. 35-й раз. Ну я к примеру говорю, сделали. Эти маршруты сделали, добавляли. А есть вероятность того, что которые маршруты, развалили, если взять... Ну это как бы отдельно, что ли? Мы здесь смотрим, контролируем, и они решают эти вопросы. Если что-то не так, значит, мы обжаловать решение какого. Сейчас, сейчас у нас получается половина маршрутов. Сейчас, сейчас встречаемся с юристами, и вот здесь встречаемся, сразу обговариваем это, не отходя от кассы. Или с пересадками. А с пересадками? Сейчас еще, ну ладно, она заработает вот эта система, когда с картами, то есть, за 50 минут, там, то есть, один раз купил, в следующий раз минуту. Сейчас это вы имеете, сейчас они платят два раза. Во-первых, сейчас сидим в левую сельсоватку. Да, ну кроме раз, кроме 345, так 27. 345, да. 345, да. 345, да. 345, да. Еще ПАП-4. ПАП-4 есть кондуктором. ПАП-4 есть кондуктором. ПАП-4 есть кондуктором, там 20 рублей. Не, ну, у нас, я так понимаю, что ездит только Питер, Питеравто едет бесплатно. На другой пассажирский маршрут, он показывает, ребят, не дверь? Нет. Водительцы говорят, что нет. А они утверждают, что нет. в электротрансморт пока не действуют. Но с следующего года мы будем говорить, чтобы у нас действовало везде. Мы об этом и говорим, что маршрутов не хватает. Мы это уже разговаривали, мы по одному и тому же кругу идем. Давайте все-таки переходить к теме, что юрист сейчас в администрации. Давайте, не отходя от кассы, будем встречаться. Значит, давайте так, с юристом будете встречаться в администрации? Нет, это Олеся. Что я вам хочу сказать. Если вы все юристы и обладаете компетенциями, юридическими вопросами, должен кондитр, потому что работа должна быть проще. Нет, нет, это приезд... Если мы сейчас все опять натянемся на... Вы же только что сказали, что контроль какой-то должен быть, правильно? Да. Ну, не толпой, конечно. Дайте к ним, пожалуйста, поработать, противник, привезти. Мы должны просто сесть, чтобы разобраться. Если сейчас вы говорите, что мы юристы, мы прощественный контроль, мы не дадим возможности... Да нет, мы в эти дела вмешиваться не будем. Я просто говорю о том, чтобы они прямо сейчас в администрации встретились. То есть не откладывали ни на завтра, ни на послезавтра, а именно сегодня. Мы позвоним сейчас и... Значит, пусть приезжает ваш юрист. Она здесь. Она здесь. Вы, наверное, ее видели даже. Вопросы, когда она заходит, начинает работать с юристами. Сергей Николаевич, ждать эту команду, пускай она заходит и начинает работу с юристами. Пусть садятся в новый зал, вместе с доскаками, и начинает работу. Вопросы ответы. Но они работают на даре. Не, они работают. Мы не вмешиваемся в их... Мы сейчас начнем опять эмоционализировать. Не, не, без всяких там вот этих... Слушай, послушайте, они по кругу и не начиняются. Вот они сначала вырублены свои идеи, а потом они перенесут... А потом по... ...вырубленной степени все готовы, все бумажки у них все есть, а на этот... Вот вы сейчас бегаете, скажите, пожалуйста, мы здесь были. В Материняне одно видение, у наших юристов другое видение. Они должны сейчас найти общий язык и пойти, передать в прокуратуру. Ну, все. Сергей Николаевич, вы думаете? Ну, во-первых, это нормально, но я не знаю, за чем юристовой, сейчас на привычке. Вот, конечно, мне стало непонятно, потому что я услышал, что себестоимость перевоза одного пассажира 50 рублей. Понимаете? Я опять-таки не располагаюсь. А кто вы? А? А кто вы? Естественно, что отсюда же, откуда... Если сейчас брать... Вопрос... ...всюльность организации, да, на самом деле это и есть. Секундочку. Просто экономия вашей... Время всех... Вопрос задали... ...вы вас труднее. Сколько он точно будет держать? Потому что я точно знаю, что мои друзья, которые пользуются автопортом, очень многие задались вопросом, не будет ли смены тарифом, допустим, с нового года или с июня месяца. Или стоит то, что... Ну, вот, про сам информацию, теперь полностью... Вот, давайте мы будем здесь, в этом вопросе, откуда-то быть честным. Во-первых, ни педератка, ни кофея, ни тибетин, ни по камеру не имеют права назначать тариф теперь. И в нового города прожигательных кто-то даже не имеет. Есть, как деле, независимые, государственные, реагирующие органы. Это называется РЭК. Региональная энергетическая комиссия. Значит, он имеет подчинение федеральной антимонополицей в России. Значит, они выносят экономические высуждения, аналитику и принимают решения. Посмотрим, я знаю, про нового года никаких изменений. Не, нам просто, знаете... Сергей Николаевич... Ну, я думаю, что... Сергей Николаевич, вот, господин Налахацкий, откуда взял... Вот, он у себя выкладывал на странице, он уже анонс выложил, такое интересное, что он уже анонсировал, что 50 рублей – это уже себестоимость проезда. Как он взял на себя просто такие... Значит, он не мог это выложить? Не, но он дал такой комментарий. Он дал такой комментарий. То он поступил непрофессионально. Он не может это выделить, потому что он неукромочен. Он является определяющим лицом. И если это теория, он нам на что-то о своем говорит. Понимаете? Это непрофессионализм. Потому что он не может назначать тариф и вообще его показать. Не, это понятно, это мы и понимаем. Вы знаете, что, если мы сейчас едем за 20, вот, я похож на самолюбителю сейчас. Представляете, мы сейчас меняем, мы сейчас обмирим. Ну, это все, это взрыв социальный произойдет. Это, условно говоря, поднять целый набор клево, если как-то там, на дне земли. Так вот оно и... Нет, вы знаете, что мы разумные люди. И гранат, и глава ворока. Мы еще совсем что-то. Так вот оно и получается, некомпетентность определенных чиновников, да, определенных людей, оно и доводит до этого. Один анонс выносит в одном направлении, другой в другом. И начинается вот эта неразбериха постоянная. И напряжение-то социальное происходит между граждан. И граждане просто начинают метаться и не знают точности какой-то. Надо закончить вот эту перебалку с множеством лиц. Должен быть кто-то один. Должен быть один спикер, который... Через которого все идет. Потому что сейчас вы говорите про Новократского, называете моего юриста, там, еще кого-то, Штукова. У каждого есть там свои, что-то говоря, ошибки в коммуникации и свое мнение. Давайте я сейчас подумаю, и я назначу же Новократ, который будет общаться с вами. Ну или со всеми. Либо это будет передать, либо это будет маршрут, либо это будет спикером. И все решения, которые мы принимаем, он будет озвучивать. Иначе это будет, конечно, с эмбором. А этот с эмбором будет накручиваться эмоциями и слухами, и всем остальным. Транспортные карты, насколько я знаю, уже в городе. 25 тысяч транспортных прав приехали в пятницу из Москвы. И должны были еще только заказать. Ну даже 50-30 тысяч, это очень мало для нашего города. Но сейчас уже 80 тысячного права. Так как сейчас после пандемии, после этих кризиса, очень много людей, я знаю, остались без работы. У людей долги по кредитам идут. По ЖКХ долги. Вы сами понимаете, если у человека начались долги по кредитам, карту у него все заплотировали. Ну сейчас по валидатору рассчитываем, то есть любой карточка мы можем рассчитать. Но у большинства людей, ну как бы не у большинства, но у многих людей сейчас карту заплотируют. Просто они ими не могут пользоваться. А транспортную карту они приобрести нигде не могут. И как вам больше? Мы буквально с прошлой недели, в смысле, близ 4-го разгарницы занимались постановкой транспортных транспортных, в Москве. 25 тысяч приехало в пятницу, и они приобрели в первую очередь еще 15. Сейчас мы заказываем еще, чтобы у нас было, ну знаете, хотя бы там 1250 тысяч картов. Это минимум должно быть. Это минимум. А со студентинскими, со школьниками, с техниками, с техниками, с техниками? То же самое. Там же есть разновидность карточек. То есть карта 10, 11, 20, 20. Когда вот они будут? Для студентов, когда же. Большая часть, когда придет. Сын уже хорошо, что есть. На вопросы взгляните. Не только для другого, а для школьников. Да. Где их приобрести? Едем как по дорожникам. Два дня назад по дорожникам не было. Давайте проверим. Может, сегодня они ездят? Вчера через дорогу. Это технический момент. Я думаю, сейчас мы губы что-нибудь. Что-нибудь. Значит, ребята, давайте так. Еще один вопрос. Первый вопрос. Как вы говорите, карантин, пандемия. Вы это сказали как бы не раз. То, что люди ездят сейчас в полных автобусах. То, что дети, которые не могут влезть автобус и идут на остановку, пешком до школы, школьники. Если у нас сейчас повысится заболевание, смертность. Если какой-нибудь ребенок замерзнет, потеряется. Кто возьмет за себя ответственность, чтобы за это все ответить. В любом случае, я отвечаю за все. Значит, я бы не экстраполировал. Анна, наверное, подсказывает, да? Нет. И это ваше личное мнение. Значит, у нас здесь полиция присутствует. Если другой ребенок потерялся, мы получаем сигнал. Мы еще южную минуту начинаем с технических моментов. Это раз. Теперь мы сейчас постараемся рассмотреть вопросы вместе с прокуратурой. Значит, если вдруг есть такие отдаленные места, где необходимо опять возить детей на школьных автобусах, мы это сделаем. Вот. Значит, почему школьные автобусы в прошлом году отметили? Потому что есть предписание ГИБДД, что инфраструктура, где разворачиваются, останавливаются школьные автобусы, не соответствуют. Нужно делать площадки, безопасные остановки. Но они же всегда ходили в школьные автобусы. Поэтому я думаю, что мы посмотрим точно и школьные автобусы временем. Хотя бы два автобуса этого будет достаточно. Теперь о пандемии. Я вижу только один маршрут, который перепомнили. 241. Первый троллей. Хорошо. Можно я встречный вопрос задам? Давай. Скажите, пожалуйста. Вы же частный перевозчик? Я с первой всех отхожу. Хорошо. Вот до этого момента. Послушайте меня. Я вас как бы не компрометирую. Вы думаете, что до 17 ноября автобусы все пустые люди? Даже участвуют в перевозчике? Ну, они не были такие полные. Они не перелезали. Насколько я видел, я насколько знаю. Были маршруты и были автобусы, которые также были полные. И когда мы говорили, ребята, помогите нам, властям. Попросите всех своих пассажиров, кондукторов и водителей надеть маски. Нам никто не пошел на встречу. Почему-то наши кондукторы и пассажиры в муниципальном транспорте держались и масками. Но почему-то у частных перевозчиков все было на нам. Поэтому, чтобы не было толчаи сейчас в 345-м, мы однозначно, когда завтрашнего дня добавляем туда особо большой вестимости кормушки, и они поедут. Это даст какую-то, вы знаете, социальную встанцию. Но что касается пандемии и смертей. Да, я за все ответственный. Я за все отвечаю. Поэтому других ответов я вам дать не могу. За каждым смотрим. Работают и медики, и скорая помощь. И ситуацию будем достаточно контролировать и исправлять. Значит, говорите, мне, если честно, надо идти работать. Еще один маленький вопрос. И заниматься и транспортом, и школами. Еще один маленький вопрос. Вы еще приводите пример Москвы. Говорите, в Москве тоже работает компания, и терраса, там все дела. Я до этого лета, до этого каждый год ездила в Москву. У меня там был метро. Я ездила в гости. В Москве есть метро. В Москве есть автобус «Питеравто». Всем бы скажу, на метро не ездила у меня лет 10. На вот этих автобусах, которые типа муниципальные, тоже не ездила. У них есть, как они называются, там, Мерседесы, там, типа Гадели. В них в позапрошлом году, в прошлом, позапрошлом году был проезд 65 рублей. А в позапрошлом – 55 рублей. И знаете, что я вам скажу? Я ездила именно на вот этих вот автобусах. Вы говорите, что нет такого нигде. По закону мы не имеем права делать нерегулируемую тарифу. А почему в Москве они имеют на это право? Я у меня, серьезно, я нераздо не ездила в Москве на этом синеньком автобусе. Я зашла спокойно, заплатила заранее 55 рублей, там, ну, 25. Там каждый год, там, причем повышается проезд на 10 рублей. И мне было не жалко. Отвечу. Как просто вы скажете? Вероника у меня зовут. Вероника. Во-первых, я пример ни Москвы, ни Питер, ни Сталин. Нам не о чем с Москвой и с Питером сравнивать. У каждого города есть своя специфика. Я не Сталин. Я лишь сказал, что в Москве и в Питере работают те или иные. Это не пример. Понятно, да? Хотите, проходите, мы записи обратные. Я контролирую то, что говорю. Во-вторых, то, что вы не ездите на метро, ну, наверное, это не так. То, что вы не видели там голубых автобусов. Так вот, голубые автобусы. Ты видела я, почему? Я просто на них не ездила. Да. Мосбуртранс. Ну, и автобусы ходят. И Виазы. Значит, и МАЗы ходят, и электробусы. Я в них не ездила. Я села, вот, когда газельку заплатила, вот, 65 рублей. После автобуса заездила. Значит, я не знаю про газельку или про Мерседесов вы говорили. Потому что я не видел там ни газельки, ни Мерседесов. Но то, что происходит в Москве, я видел, насколько это всё организовано чётко. Насколько чётко организованы системы. Всё, ребят, я пошёл. Потому что мы начинаем уже философские моменты какие-то обсуждать с вами. Что РНП? Значит, я сейчас вам указание, я неюню, не про скаток. Мы пригласим Олесю к Ленину. Они садятся вместе работать. Вот. И потом созвонимся, и мы вам всё расскажем. Ну, а ещё только вы пределёвые считатели. В смысле? Ну, я не знаю график Сергея Евгеньевича. Дальше не каждого дня. Ну, во-первых, Сергей Евгеньевича забота обо всём трудности. Там он работает по всем направлениям. Я не знаю его график. Я не знаю, что он... И он не причиняет Сергея Евгеньевича. Это самостоятельный руководитель. Он определяет самостоятельный большой график работы. Поэтому... Что я предполагаю? Значит... Сергей Евгеньевич, я не знаю о том, что происходит. А почему охрана администрации ночью на саморезах загрузили двери в туалет? Не ночью, а утром. В 7 утра. Кто-то дал им команду, чтобы нас заставить выйти с администрации. Действительно, сейчас двери в туалете находятся на саморезах. Значит, давай ставьте... Причём испортив полотно, испортив полотно двери. Значит, смотрите, вы меня сейчас начинаете уже увлекать в туалет, в саморезы и всё остальное. Команда... Я пошёл работать дальше. Если... Посмотрите, если вам заняться нечем, то вот это... Вот ваши проблемы. У меня куча дел. И поэтому я пошёл заниматься куда-то дальше. В том числе и транспортом. Всё. Спасибо вам большое и всего доброго. До свидания.